Давид, добрый день. Добрый день снова. Прежде всего, хотел бы спросить у вас, что за Орешник? Как будто мы не слышали раньше ничего о нем. Это какая-то действительно суперновая ракета, которая появилась только сейчас на вооружении в России. Орешники мы услышали первый раз. Может быть, кто-то и слышал, но в открытых источниках это не встречалось наименование. Мы услышали это от Путина. И судя по предварительным и неполным данным, речь идет, причем в том числе тут можно опираться на озвученное американцами, американцами на официальном уровне озвученное, а это вполне компетентный источник. Речь идет о производной, вероятнее всего, производной ракеты Рубеж, которая сама, в свою очередь, является производной от дальнобойных межконтинентальных ракет. И было создано, но, впрочем, не пущено в массовое производство, создано для того, чтобы обойти договор по ракетам меньшей и средней дальности. То есть это формально межконтинентальная ракета, я сейчас говорю о Рубеже, которая имела дальность 6000 километров, чуть больше, чем ограничения по этому договору, потому что ракета, имеющая дальность 5501 километр, уже переходит в разряд межконтинентальных. И вот это было разрешено договором, и здесь получается, что была создана ракета, которая по факту, если отойти от формальности, является ракетой средней дальности, формально, неформально эти запреты преодолевает. Ну, естественно, американцы обвиняли Россию в том, что налицо фактическая попытка нарушить договор. Ну, а что касается Орешника, скорее всего, это и есть его следующая, какая-то следующая производная. Мы видели большее количество моноблоков, которые, по всей видимости, но, если сходить из видео, и что это от одной ракеты, то мы видели большее количество, чем в оригинальном Рубеже, но это не является принципиальным, по большому счету, принципиальным отличием. Так что, видимо, речь ракету кардинально новой нельзя назвать. Кардинально новое название, кардинально новое, это факт самого применения ракеты на поле боя. То есть, является ли она формально межконтинентальной или средней дальности, сложно судить. Путин ее формально назвал ракетой средней дальности, но, в любом случае, в Европе на поле боя до сих пор ракеты баллистические средней дальности не применялись и в Украине. Вот это и такой новый шаг. А в чем новый, собственно, этот шаг? То есть, это показать Европе, что мы можем и до вас дострелить, или это показать Украине? Ну, вот Путин говорит, например, что с баллистическими ракетами ПВО ничего сделать не может. Но, например, мы помним, как Иран обстреливал баллистическими ракетами Израиль, но, в общем, никакого ущерба Израилю это не нанесло. Просто хочется понять, в чем принципиально отличие. Баллистические ракеты бывают разные, более сложные для ПВО, очень сложные, и даже такие, которые, ну, практически маловероятно сбить, или можно сбивать только при очень определенных редких обстоятельствах. Так что нужно учитывать каждую конкретную ракету, что она из себя представляет. Ну, и, конечно, что представляет ПВО, которое есть у оппонентов. Той же Украины, например, средства ПВО ограничены количественно и качественно против ракет. То есть, у них все, что может хоть с какими-то баллистическими ракетами бороться, это системы Патриот, конфигурации ПЭК-3 особенно, ну и кое-что может система СМПТИ. То есть, причем эти системы способны противостоять ракетам небольшой дальности. Ну, они для этого были созданы, и чтобы защитить некий объект, они должны находиться возле него. То есть, это очень короткий радиус, ну, а небольшой радиус забороны, я бы сказал. Так и при этом у Патриотов, у Украины очень мало, и мало ракет-перехватчиков. А какое количество у России орешников, чтобы понять... Орешников, скорее всего, вообще почти нет, очень мало, они дорогие, естественно, их можно создать. Но проблема в том, что по орешникам, по его боеголовкам можно стрелять, потому что мы видели по тем моноблокам, можно стрелять патриотами, возможно, определенный успех бы был бы. Но вопрос, насколько они точны, стоят ли они того, чтобы стрелять, если они пытаются поразить важные военные объекты, а другое еще в момент, что кроме орешников есть миллион у России, но не миллион, а масса средств, которые способны добиться тех же результатов примерно. Ну, то есть поразить любую точку на территории Украины, при том, что ПВО будет сложно им противостоять. Я имею в виду те же кинжалы, те же эскандеры и просто крылатые ракеты, которые хоть и перехватываются в больших количествах, но, опять-таки, есть насыщение, есть тактика, и в итоге некоторые из них, естественно, в цели попадают. То есть я к тому, что орешник не дает фактически с военной точки зрения, сугубо с военной точки зрения, вот этот в конвенциональном исполнении, ничего фактически нового не дает России, кроме, если мы сравним с тем, что уже применялось и применяется на массовом, да, он сложен для перехвата ПВО, ну так, там, где нет патриотов и кинжал, и даже ракеты С-300 в варианте ударов по земле, и даже иранские ракеты дальность 100 с чем-то километров, и что угодно, по сути, атакуют цель беспрепятственно, где нет патриотов. А где есть патриоты, которых мало, то тоже не все так просто. Поэтому, но кинжалы эскандеры отражают. Значит, здесь почти ничего не добавлено. Даже под западной Украине можно достать кинжалами, шахедами и крылатыми ракетами тоже. Так что все это, в первую очередь, адресовано, все это является, в первую очередь, часть информационной кампании, кампании запугивания, демонстрационной кампании, запугивания Запада, попытки запугать Запад. Тут и ядерную доктрину переписали. То есть, Орешник, если я перебью, уточню, это ракета, которая может нести ядерный заряд, и в этом ее такая пропагандистская особенность. Орешника, ядерный заряд может нести почти любая ракета, любая баллистическая ракета, почти любая. И иранские, о которых мы говорили, и Искандер, причем у Искандера в баллистическом варианте есть штатная ядерная боевая часть. То есть, Орешник и вообще вот эти ракеты, которые то ли межконтинентальные точно, но и средние дальности, они просто более ярко и резко ассоциируются с разным оружием, ядерным оружием на психологическом уровне. А так ведь ядерное оружие даже артиллерийский снаряд может нести. Когда мы говорим о тактическом ядерном оружии, это снаряды крупного калибра, это авиабомбы обычные, это, наконец, те же самые Искандеры или тактические ракеты, фактически. Так что ассоциируются на психологическом уровне, да, и вот эти разделяющиеся моноблоки, но в этом, в общем-то, никто не сомневался. То, что у России масса ядерного оружия, и то, что Россия может достать до Европы, и настоящими межконтинентальными ракетами можно атаковать Европу, есть и другие элементы ядерной триады. Так что здесь, скорее, просто о напоминании. Факт применения, резонанс, угрозы Путина прямые, тут же ядерная доктрина и другие элементы шантажа, на мой взгляд, и запугивания. Все это в преддверии инаугурации Трампа, новой администрации, которой во время предвыборной кампании многие члены команды Трампа или сторонники говорили о том, что помощь Украине либо неуместна, либо нужно с ней поосторожнее, потому что будет угроза Третьей мировой войны, эскалации с Россией. Ну вот и Россия по принципу «держите меня семеро» демонстрирует всеми способами и новыми шагами, что важно, потому что нужно что-то, когда ты хочешь кого-то запугивать постоянно и держать напряжение, нужно менять подходы, нельзя два с чем-то года одно и то же заявлять, нужно делать что-то новое. Ну и вот, собственно, они что-то новое делают. Действительно, Путин периодически возвращается к ядерной дубине, образно выражаясь, но казалось, что в какой-то момент она перестала пугать. Ну то есть, например, когда около месяца назад вот это была история с изменением ядерной доктрины, как будто вообще это осталось незамеченным. То есть никто из западных политиков не прокомментировал это особо, мало кто в прессе написал. А вот это вчерашнее обращение Путина как будто действительно испугало. Ну тут Шольц выступает, там западные газеты все пишут. В общем, как будто бы это всех напрягло. Почему? Ну пишут, кого как напрягло, это каждый. Во-первых, заявления не всегда реально отражают то, насколько человек или кто-то напрягся. Иногда заявление – это некая дань необходимости. Не более того, что делать, какие-то события не могут быть пропущены. Одно дело, кто-то что-то сказанул или где-то что-то написал, а другое дело, что-то новое, интересное прилетело. А тут в самом деле новое, интересное – это не могло не вызвать резонанса определенного. Ну а дальше каждый, как волен, запугиваться по мере своей испорченности. Исходить, на мой взгляд, стоит и следующего, что применять ядерная война между Россией и НАТО по российской инициативе – это полное безумие во всех отношениях. Россия намного слабее, это первое. И вообще ядерная война ни для кого не будет нести хороших результатов. В случае же с Россией приведет к ее неизбежному уничтожению. Ядерная война. Наверное, и ядерного потенциала России хватит для того, чтобы уничтожить Россию. Вот по поводу ядерного потенциала. Предположим, худший вариант, и никто об этом не знает, что Россия сможет нанести крайне существенный ущерб НАТО. Предположим, худший вариант. Но я сейчас говорю о самой России и целесообразности. Значит, она будет уничтожена просто-напросто. И все, кто принимает решения соответствующие, их родственники, естественно, будут в числе уничтоженных. Это очевидно. Значит, война, не ядерная с НАТО, а применение тактического ядерного оружия по Украине или что-то в этом роде, может быть, не приведет к таким последствиям, но приведет все равно к катастрофическим последствиям для России, причем колоссальным. Значит, и тогда вопрос, а стоит ли ей зачем-то идти на такой шаг, теоретически для Путина может это стоить только тогда, когда альтернатива еще хуже. То есть, вот почему-то сейчас, тварь, будут такие плохие вещи, что лучше уж так катастрофично поступить для себя же катастрофично, чем что-то еще больше. Сейчас такого и близко. Когда войска будут у Кремля, условно говоря. Ну, это можно каждый придумать себе сценарий потрясающей катастрофы, причем личных угроз, личной угрозы и чего-то такого. То есть, вот прямо вот такое. Значит, этого тоже нет. Соответственно, мы говорим о том, что запугивают и шантажируют. Это частично работает на протяжении двух лет. Почему это работает? То мы видим, из-за опасений, эскалации, западные страны задерживают те или иные разрешения, рожают их с горем пополам, частично и с опозданием. Поставки те или иные не осуществляются или осуществляются с опозданием. Работает частично, потому что постепенно эти барьеры, которые сами себе же и выставляли, американцы в первую очередь, они их снимают или снимают частично, но частично это тоже немало. Обратная сторона медали для России, что вот этим бряцанием, ядерной угрозой, причем тут же всем же очевидно, Россия напала на Украину с целью ликвидации ее государственности, Россия очевидный агрессор для всех, даже тех, кто делает вид, что это не очень очевидно. И еще и Россия угрожает ядерным оружием той же жертве агрессии, и еще непонятно кому. Это выглядит плохо, это портит репутацию России на многие годы, причем и в лице стран и третьего мира, и так называемого глобального юга, и тех, кто России более благоприятно к нынешней власти российской относится. Но для Путина настолько важен успех на фронте, и настолько важно уменьшить помощь Запада Украине, что он готов идти на такую потерю репутации, и такую вот демонстрацию невменяемости, которая вредит России в международной политике, и, кстати, способствует в теории гонки ядерных вооружений, в том плане, что другие страны, которые потенциальные жертвы агрессии, видят такое. Мало того, что на них нападают или на кого-то им подобного, так еще и угрожают ядерным оружием, а почему бы нам самим не получить ядерное оружие и так далее. Значит, вот примерно такая ситуация. То есть я правильно понимаю, что вы скептически относитесь к этим угрозам и не видите в ближайшей перспективе каких-либо применения тактического ядерного оружия по территории Украины? Я бы сказал так. В стране, где решение принимает один человек и узкий круг людей, шансы на принятие малообъяснимых и не очень логичных, с обычной точки логики, решений, конечно же, возрастают. Это не демократическое государство. Но логика говорит о том, что применение ядерного оружия абсолютно нелогично. Извиняюсь за каламбург. Значит, что тут сказать еще? Ядерная война всеобщая – это абсолютно невменяемость полная. Но Россия, Россия, Путин лично находится в тяжелой ситуации, достаточно тяжелой. И вынужден принцип «сдержите меня севера» включать. Не то чтобы вынужден, но он его решил включить. Значит, исключать полностью применение, скажем так, не будем идти задалеко. Ну и вообще бывают ситуации, слово за слово, какая-нибудь эскалация, что-то случается. Но это именно случайность или безумие. Если мы отставляем это в сторону, то теоретически мизерный шанс применения тактического ядерного оружия и вообще дальнейшего повышения существует при определенных обстоятельствах. Пока я и близко не вижу таких обстоятельств со всех точек зрения. И в первую очередь потому, что в России должны понимать, катастрофа ждет даже, может быть, не глобальная, но очень и очень серьезная Россию всерьез и надолго за такого рода применение во всех отношениях – и экономическом, и военном, и международных отношениях. Это они должны понимать, стоит ли овчинка выделки. Но при каких-то обстоятельствах, по крайней мере, на это шанс повышается. А что касается стратегии запугивания и шантажа, то мы увидим и новые шаги в этой стратегии. Я думаю, теоретически может дойти до каких-нибудь ядерных испытаний. Хотя и это очень сильно бы повредило ипутации России. Естественно, передача оружия каким-нибудь террористам или одиозным режимам, наподобие хуситов, о чем уже речь шла, оно было, видимо, в последний момент не осуществлено, а может осуществлено. Диверсии в Европе или еще где-нибудь, кабеля порванные недавно, мы о них слышали, скорее всего, российский след, хотя формально доказательств у меня, естественно, нет. Всякие гибридные действия, все это более интенсивно, менее интенсивно, диверсия, все это мы, видимо, увидим в комбинации с новыми шагами. В преддверии Трампа, в преддверии прихода к власти Трампа, видимо, особенно актуально чувствуют надавить в этом отношении, а там уже в зависимости от того, как администрация Трампа себя поведет, видимо, тут они будут адаптировать и свои действия тоже. Спасибо вам большое. Не за что, всегда рад, удачи. Спасибо. 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 Спасибо.